При продолжении рода орланов-белохвостов плохая погода не останавливает. Яйца эти птицы начинают высиживать еще в феврале. Несмотря на 30-ти градусный мороз, выжить удается не всем птенцам. Погода была плохая, погода видите какая сейчас. Эти кадры сняли сами сотрудники Волжско-Камского заповедника. Камера установлена прямо над гнездом орлана-белохвоста. Еще три камеры-ловушки отслеживают жизнь и перемещение птиц и животных круглосуточно. За последние 50 лет популяция орланов в Татарстане заметно увеличилась. Этому способствует не только работа заповедников, но и лояльность людей. Каждую зиму все больше птиц остаются зимовать у нас. Промысловые рыбаки иногда оставляют им рыбу. Они за рыбаками летят, когда рыбаки возвращаются с промысла, им оставляют рыбешку. Питаются орланы-белохвосты не только рыбой. Раз за разом эти птицы напоминают о своей хищной натуре. Они приносят в гнездо зайцев, уток и даже детенышей лис. Гнездо они могут не менять несколько лет подряд. Как правило, орланы вьют свои гнезда на высоте от 18 до 40 метров. Они выбирают деревья, которые находятся недалеко от источников воды. Также для птиц очень важно, чтобы они могли свободно подлететь к дереву, ведь размах их крыльев достигает 2,5 метров. Это самка орлана-белохвоста. Из-за холодов выжить удалось лишь двоим птенцам. Именно камера над гнездом позволяет увидеть жизнь птиц изнутри. Сколько рыбы приносят туда, сколько времени кормят птенцов, сколько сидят на гнездах, как птенцы себя ведут. Сегодня в Волжско-Камском заповеднике обитают 14 пар орланов-белохвостов. С каждым годом их популяция растет. И теперь, по мнению орнитологов, они вне зоны риска. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». Субтитры создавал DimaTorzok